Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Всем доброго времени суток! У меня это воскресное утро. И оно у меня поистине доброе хотя бы потому, что впервые за вереницу выходных майских мне не надо никуда спешить. Мои выходные прерывались работой, а сегодня я буду тупить и заниматься тем, чем очень-очень хочется. И для начала я хочу показать свой огородик, потому что потом это отложится, ну, наверное, до 9 майских праздников. И сегодня то благодатное время, когда я могу все свои 4 ежика выставить и показать их одновременно. Я об этом мечтала, потому что совсем скоро уберется лук и опять будет минус 1 еж. А сейчас они у меня все 4 красавца могут предстать во всей красе. Правда, рукола подводит и выросла очень мало, она оставалась на балконе. Кому интересно, давайте я вам покажу. Итак, мой красавец лучок, из-за которого, впрочем, и начались съемки, потому что сегодня он пойдет на салатики. Вы обратили внимание, что внизу горшка я посеяла тоже крест-салат. Это я так экономлю место. Без крест-салата я не могу жить, поэтому сыплю его везде, где можно и где нельзя. Лук я оставлю на вторую волну, поэтому крест-салат еще успеет вырасти. Да ему через 3 дня уже можно тоже быть употребленным в пищу. Немножко он на один бочок, потому что было очень холодно, и я все заносила домой. Потом снега-морозы шли, и эти дни я не крутила горшки на подоконнике. Они немножко у меня, растения, тянутся к свету. Но ничего, сейчас я их всех вынесла на балкон, почему и снимаю. Опять пришло время их балконового существования, и сейчас они выправятся сами с собой. Итак, горшочек номер 2, ежичек номер 2, это базилик. Вот он мой красавец. Для тех, кто вдруг случайно недавно попал на мои микро-огородные видео, скажу, сорт на всякий случай, это лимонный, его сразу видно с такими продолговатыми листиками, это лимонный сорт. И сорт застольный, его меньше с кругленькими листиками, вот он, это сорт застольный. Ну, я, конечно, мои руки тянутся, вот сорт застольный, видно здесь. Я макушки им всем пообрывала, и у них мы с вами в прошлом видео. Застольный такой прям вкус, базилик, как базилик, как шашлык, еще куда-то. Сейчас уже жалею, хоть и не поздно, но не буду сейчас связываться, уже прям с самого начала с семенами. Мне надо было во второй ежик все-таки посеять фиолетовый базилик. Я почему-то отказалась их сеять в один горшок, чтобы не было такого... У меня почему-то фиолетовый базилик превращается в такой пятнистый, зелено-фиолетовый. Но ничего страшного, если бы я посадила отдельно фиолетовый базилик, другой ежичек. Сейчас вот понимаю, что надо было это сделать. Но туда я посадила руколу. И тоже сейчас ее покажу. Она у меня, конечно, малявка. Вот она моя прекрасная девчоночка. Ну, она малявка по сравнению со старшим братом, базиликом. Но он и посажен был чуть раньше. Для себя руколу, конечно, я потихонечку ее прореживаю. Посмотрю, когда я вот уже будут листья большие... Давай так вот попозируем немножко. Когда я их буду в салатик срывать, будет ли она отрастать? Потому что у меня несколько раз была рука. Какую ты срежешь и все, больше она не растет. А какую ты срежешь, я прям по листочкам убирала для красоты. Мне нужно там пару-тройку листочков. В этом плане действительно баловство для украшения блюда. И тогда еще кустик продолжает расти. Посмотрю, какой сорт в этот раз попадется. И потом решу оставлять ее на все лето. Или засеять, допустим, весь этот горшок своим любимым крест-салатом. Которым, наверное, прожужжал вам все уши. Но сейчас речь идет именно о нем. Потому что в четвертом горшочке растет мой витаминный бог. Все, кто мне пишет, что подсели на него и сами не представляют, как они раньше жили без этого слегка горьковатого, ароматно пахнущего, с эфирными маслами. Я не знаю, наверное, царя, зелени. Я вас понимаю. Я вас понимаю, потому что сама обожаю. Просто обожаю эту культуру. Особенно, когда она растет такой шапочкой. Большой. Густой. Совсем скоро. Ну, точно до следующего выходного я ждать не буду. Я его, как и лук, буду употреблять в пищу. Поэтому в луки посадила немножко еще крест-салата. Таким образом, все мои четыре ежа выполняют свою функцию, как я хотела, как я мечтала. Рукола чуть-чуть. Малявочка. Но я теперь не знаю, когда еще можно будет увидеть все четыре горшка в действии. Потому что то где-то всходит, где-то убирается. Вот такое у меня шикарное семейство. Ежи семейство. Ежи мать, ежи отец. Ежи детки. На этом столе они постоянно не стоят. Вот сегодня я съемки не планирую, поэтому они будут здесь. А так они просто на полу, на балконе расставлены по периметру. Так, чтобы я о них не спотыкалась. Потому что балкон крохотный. Им вольготно, им хорошо. Ой, а мне-то как хорошо смотреть на них. Вот я бы сейчас, наверное, все-таки посадила вместо руколы фиолетовый. Хотя рукол тоже очень полезно. Фиолетовый базилик. Больше мне уже тоже горшков не надо. Хотя я сейчас расскажу, что я собираюсь сажать. Опять в какую-то авантюру я захожу. Только надо показать вам помидорку. Как растет моя помидорка. Вчера была у папы. Да, 4 мая. Вчера была у папы. Сняла у него помидоры. У него уже ягодки вовсю. У меня цветочки. Но тоже хорошо. Ой, какая красота. Ну, а томаты мои продолжают цвести и даже отцветать. Я пока не вижу завязи. Но цветов очень много. Я нещадно обрезала у томатов нижние листья и посадила 3 кучки, кто бы сомневался, крест салата. О, как сдвинуть-то так. Просто сделала в земле углубление и посадила 3 кучки крест салата. Вот видно, как я убрала листья, чтобы было меньше затенения. Конечно, верхушка нарастет. Здесь уже в верхушке опять бутоны. Просто все как-то было сплошным ковром зеленым. Сейчас я пока... А, вот еще бутончики. В общем, догоняю папу. А у папы... Так, ну и как обещала, показываю, как дела у папы. У него все в полном ажуре. Смотрите, что творится. Секрет моим зрителям ты так и не хочешь сказать. Скажи тогда хотя бы в мороз уносил томаты. Одну ночь уносил в комнату. Вот. Можно было не уносить, но уж как-то вроде жалко. Появились помидоры у него с одной ночь. А уже плюс 10, если на балконе у меня, то я не беру их отсюда. Где-то еще мы с тобой видели. А вот еще. Вон одна, вон и все. А вон козявочка, да, больше. Нет, они, видимо, есть даже вот тут вот есть. Ну, еще пока не выглянули они. Еще пока не выглянули, да. Ну, впечатляет. Я с тобой иду по, как сказать, пятам. У тебя были цветы, у меня бутоны. У меня сейчас цветы у тебя... Помидоры. Помидоры. Я уверена, вот в этой... Все точно они... Тут вот тоже уже отсвели. Тут, вероятно, есть, но мы не будем лазить. А вот тут уже явственно и четко. Да. Тут вот на виду. Кстати, мы с тобой считали. А вот еще одна маленькая. Еще одна. Ну, меня никто не учитает. Сколь вырастут все. Мои. Нет, правнуков. Селственных правнуков, наших правнуков. Готовь, Танюха, ведро. Я даже сам не пробую сначала им. Ладно, я не супротив. Так, ну, мы еще посмотрим, когда они будут красневеть, разрешить. Огурцы я уже по-партизански сняла там у тебя на другом балконе, если ты не против. Сейчас я их сюда тоже переселю. Ну, переселишь, я там сняла по-шпионски. А ты зачем их с балкона на балкон носишь? Тут утром солнца нету. Вообще, вот так сейчас солнце будет. А там утром солнце. Они все свое берут, что им надо. Так, ну, это танцы с бубнами называется. Поверчу, Антолий Ильич. Крути, как хочешь. Слушай, зажал, посмотри, тут тоже этот. Помидора. Помидора. Ага. Хотел спрятать от тебя, а то сорвешь зеленую. О, что творится. А вот, папу, еще одна помидорка. В общем, здесь тоже две есть. Есть, есть. Все будет. Не спрячешь от моего доброго зрителя. Я все отдаю им. Так, а если серьезно, вот раз, вот два и вот три на этом кусточке. Так что в свою записную книжку еще пиши. И после вот тут уже будет. И здесь стопудняк есть, просто мы, ты уж это. Не будем швырять. Ни в коем, ни в коем случае. Они это, не любят, когда к нему вмешиваются. Да прямо, я наоборот слышала, что их над это. Швыряешь. Трясит, я их трясу. А, ну вот давай на этом фоне прямо скажем всего доброго. Тут, конечно, впечатляет. Вот. На дворе ночь, 4 мая. Я не знаю, когда смонтирую, но я вроде теперь монтирую это быстренько. 4 мая, если что. Спасибо, Анатолий Ильич. Ага. Ну и еще, что я хотела сказать в сегодняшнем огородном репортаже. Это вот то, что... Ну не хотела я сажать огурцы. Попали вот мне в руки. Папа, да, он, наверное, когда искал, ходил еще, не сажал свои огурцы. У него Герман из Азуля, по-моему. Он раз в 50-х сажал, у него ничего не получалось. Он верит в мою руку. Я ему вырастила огурцы, принесла. Он сейчас их выращивает. Ну, наверное, так искал, на рынке ходил. Спрашивал, что вот когда ему сказали. Там мужчина, есть, есть, привезли вот такие городские. Я говорю, пап, я не хочу. Ему уже просто места больше сажать нет. Вот. Он говорит, Танюх, ну хоть штучки 3. У меня просто такая политика в этот год. Никаких пластмассовых там этих вот горшков. Папа это не понимает. Ну, а почему бы не поставить пластмассовые среди глиняных? Вот. В общем, долго я говорю. Так, урожай с балкона подоконники. 4 лета. Это что, 4 года, что ли? Плодоносит и зимой. Я не знаю, я даже не читала. Салатная консервная, засолнечная, очень вкусная, не требует опыления. Растения сильно ветвистые, женского типа цветения, число женских цветков 3 и более. Плодоношение вступает на 40-й день после полных сходов. Лист мелкий, зеленый. Плод 9-12 см, овальный слаборебристый, зеленый с короткими полосками, белошипы, бугорки среднего размера, массой 82 грамма. Прямо вот эти 82, ну, примерно 80 хоть написать. Не люблю вот эти вот точные цифры. Вкусовые качества свежих консервированных и соленых плодов отлично. Идеально подходят для выращивания на лоджи и балконе. Ну, в общем, вот. Такие огурцы попали. Нашла я ящик. Вот, честное слово, я думала все, что у меня были же горшки для томатов, я сажала. Я вроде все отдала той осенью в прекрасные руки, кому это нужно. Но, хватит ящик, надо будет отдавать в этот год. В нем какая-то старая земля. Я не буду покупать землю. Единственное, наверное, подсыплю сверху. Этот ящик знаком, ящик даже его не мыла, ничего, сейчас покажу. Вот он мой ящик с землей, какой-то очень старый. Я сейчас, огородники, я прям от вас не отстаю, взяла. Взяла настоящую лопату, все здесь перекопала. Все в настоящем огороде. Кто сказал, что было в створ? Потом взяла настоящие грабли, все заграблила. И, наверное, я все-таки сейчас я позавтракаю. И, наверное, все-таки посажу я эти три огурчика. Там пять всего семян. Но из них два нет семяна, не надо. А вот три, они пустые, вообще у них ничего нет. А три таких семечки, как семечки. Наверное, я посажу. Мне просто, вот я не представляю, куда я его поставлю. Все упирается в место. И потом думаю, а может быть я на шкаф поставлю. Если они взойдут, я их не буду не подвязывать ничего. Пусть они свисают. Это моя пока так теория, взгляд в будущее. Пусть они свисают. Прям три взошли сразу. У Тани наивная. Вот. И я их поставлю наверх на шкаф. Но тогда надо будет прыгать поливать. Я, естественно, забуду. Но листья подскажут. Вот если наверху на шкафу с висающим методом... А как ты шкафы будешь открывать, Таня? Сейчас я покажу, про что я речь веду. Вот туда, на самый верх я хочу поставить шкаф. Он помещается. И чтобы он свисал вот сюда, вот, пожалуйста, плетье. Как открывать шкафы? Это кому важно-то? Это никому не важно. Одним словом, мой огородный мир. Я посажу огурцы, а все остальное буду решать по ходу. Как пойдет. Кто бы меня спрашивал? Таня, огурцы не сажайте? Нет, 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 писала я в тысячу комментариев. Сажаю. Теперь буду говорить. Так что до новых встреч, мой добрый зритель. Они обязательно будут.